Прекратить свое существование НКО может как по добровольной воле, так и принудительному. По каким причинам и по чьей инициативе может быть закрыта НКО? Расскажем об этом прямо сейчас. Кто вынесет решение о принудительном закрытии НКО? Решение о ликвидации НКО выносит суд по иску контролирующих органов. Чаще всего инициатором ликвидации выступает Минюст. В некоторых случаях ИСОМ могут выступать налоговики, а ликвидировать общероссийскую общественную организацию можно по заявлению генерального прокурора. В свое время высшие судьи разъяснили, что оценка допущенного нарушения в качестве грубого, которое влечет за собой ликвидацию НКО, осуществляется судом. Критерием грубости нарушения является невозможность устранения его законным способом. Например, в субъекте России может быть создана только одна региональная национально-культурная автономия граждан одной национальности. По этой причине была ликвидирована дублирующая НКО, поскольку нет другого способа устранить грубые нарушения, возникающие при регистрации общественной организации. Причинами принудительной ликвидации НКО являются неустранимые грубые нарушения. Не так давно ОНО, Новороссийский комитет по правам человека, пыталась оспорить конституционное сположение федерального закона 7ФЗ. Речь идет о том, что неоднократное непредоставление уведомления, сведения о деятельности НКО может являться основанием для ее ликвидации. Так ОНО не предоставляло сведения о своей деятельности за три года и судом по требованию Минюста была ликвидирована. Конституционный суд оставил жалобу ОНО без рассмотрения, не увидев никаких нарушений в применении закона о некоммерческих организациях. Распространенной причиной принудительной ликвидации НКО является совокупность выявленных нарушений. Причем территориальное подразделение Минюста сначала направляет предписание об устранении таких нарушений и после этого запускает процедуру ликвидации через суд. Например, по результатам проверки фонда было установлено, что им не утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс за календарный год, отчеты ревизионной комиссии. Помимо этого выявлен целый букет нарушений, не соблюдены сроки избрания органов фонда, периодичность их заседаний, не предоставлены в меню сведения об объеме иностранного финансирования, не опубликованы отчеты об использовании имущества, не проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности. Причиной ликвидации политических партий могут быть следующие нарушения, которые также не были устранены по предписанию Минюста. Непредоставление в установленный срок сведений о лице, имеющего право действовать без доверенности от имени партии. Нарушения, выявленные в содержании устава партии. Игнорирование общественным движением порядка проведения съезда. Представление недостоверных данных Минюста привели к исключению из ЮГРЛ общественного движения. Закрыть НКО без причины и следствия могут и по причине причастности к экстремистской деятельности. Причем даже не самой НКО, а ее учредителя, который разместил информацию определенного характера в социальных сетях. Ликвидировать НКО по таким основаниям позволяет федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. Итак, суд принял решение о ликвидации НКО. Это не означает, что учредители избавлены от каких-либо процедур, связанных с ликвидацией. Более того, суд может обязать учредителей ликвидировать НКО. А если не исполнено решение суда в этой части, то будет назначен арбитражный управляющий, услуги которого оплачиваются за счет средств НКО. При ликвидации НКО важно сразу же обратиться к компетентному юристу, который возьмет на себя кураторство процессом и поможет выполнить все требования Минюста в полном объеме и точно в срок. Для получения помощи наших специалистов позвоните нам по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Можно ли привлечь собственника НКО к субсидиарной ответственности? Все зависит от формы НКО. Члены ассоциаций, союзов, потребительских кооперативов, а также собственники частных учреждений несут субсидиарную ответственность по обязательствам НКО. Например, при недостаточности средств отвечает по долгам частного учреждения собственник его имущества. Так, в порядке субсидиарной ответственности НКО ДОСАФ России были взысканы невыплаченные долги по исполнительному листу. Субсидиарной ответственности могут быть привлечены и члены ассоциаций, если это прописано в уставе такого НКО. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с РосКо. Субсидиарной ответственности